Итак, мои дорогие, наш торт птичье молоко готов! Посмотрите, какой он красивый! Я думаю, будет вкусно! Попробуем сейчас! Воздушное и нежное суфле, в меру сладкое, оттеняется черным шоколадом и вместе дает незабываемый вкус! Настоящее птичье молоко! Давайте же и мы сегодня приготовим его вместе, мои дорогие! Итак, начинаем! Торт будет иметь классическую квадратную форму и для этого мы будем использовать разъемную форму 30 на 30 сантиметров. По структуре торт будет состоять из одного тонкого коржа масляного бисквита, двойной порции суфле и сверху будет покрыт шоколадной глазурью. Украшения будут сделаны из термостабильных шоколадных дропсов. Для приготовления прослойки масляного бисквита нам необходимо мука 90 граммов, крахмал картофельный 22 грамма, яйца, желтки 6 штук, сахар 110 граммов, масло сливочное 20 граммов, соль 1 четвертой чайной ложки, ванильный сахар 1 чайная ложка. Для суфле нам необходимо 10 белков, 1 чайная ложка лимонного сока, 460 граммов хорошего сливочного масла, 360 граммов сгущенного молока, самого лучшего качества. Для приготовления агарова сахарного сиропа нам необходимо 800 граммов сахарного песка, 320 миллилитров воды, 20 грамм агара. Для приготовления шоколадной глазури нам необходимо 255 граммов черного шоколада, 170 граммов сливочного масла 83-процентного. Для украшения шоколада нам необходимо 100 граммов термостабильных шоколадных дропсов. Займемся приготовлением масляного бисквита. Для этого жарочный шкаф разогреваем до температуры 200 градусов Цельсия. В чашу кухонной машины выкладываем 20 граммов сливочного масла, добавляем ванильный сахар, 1 четвертую чайной ложки соли, 1 чайную ложку разрыхлителя для теста, 110 граммов мелкого сахара. Включаем машину и на небольшой скорости начинаем вымешивание. После 5-7 минут взбивания добавляем по одному желтку. Скорость взбивания слегка увеличиваем. В тесто частями вводим 22 грамма крахмала и 90 граммов муки. Размазываем тесто высотой не более 3 миллиметра на пергаменте. Продолжение следует... Вводим на пергаменте. при температуре 200 градусов Цельсия приблизительно 8 минут. Корж получился золотистый, красивого цвета. Пока он горячий, мы обрезаем его нашей квадратной формой. Бисквитный корж прикрываем пергаментом и переворачиваем. Аккуратно снимаем пергамент, на котором выпекался бисквит. Из пергамента вырезаем квадрат, чуть меньше размеров нашего бисквитного коржа и выкладываем на подложку. Сверху одеваем квадратную форму и выстилаем ацетатной лентой. С внешней стороны укрепляем форму скотчем для того, чтобы она не двигалась. Готовим масляный крем на сгущенном молоке. Обращаю ваше внимание, что для приготовления масляного крема необходимо взять масло и сгущенное молоко самого лучшего качества, иначе наш крем не получится или будет отсекаться. В чашу кухонной машины выкладываем сливочное масло и взбиваем на низких оборотах около 7 минут. В процессе взбивания сливочное масло должно увеличиться в объеме приблизительно в 2 раза. Масло у нас идет по рецептуре 460 граммов. Сейчас частями мы будем добавлять 360 граммов сгущенного молока. При взбивании крема останавливаем машину и собираем со стенок крем. Добавляем 1 пакетик ванильного сахара. Взбиваем крем еще около 3 минут. Следим, чтобы ванильный сахар полностью растворился. В 320 миллилитров холодной воды замачиваем 20 граммов агара и даем постоять полчаса. Взбиваем крем до полного растворения ванильного сахара. Готовый крем затягиваем пленкой и отставляем в сторону. Из половинки лимона извлекаем 1 чайную ложку лимонного сока. В чашу комбайна добавляем 10 белков и начинаем взбивание на небольшой скорости. Добавляем к белкам 1 чайную ложку лимонного сока. И помним, что большое количество кислоты снизит желеобразующие свойства агар-агара. Готовим сахарно-агаровый сироп. Для этого отмеряем 800 граммов мелкого сахара, смешиваем с растворенным в воде агаром и доводим до кипения. Смываем остатки сахара на боках сотейника с силиконовой кисточкой, смоченной в воде. Этим мы предотвратим обратную кристаллизацию сахарного сиропа. В процессе уваривания сиропа сироп не мешаем. Увариваем сироп до температуры 95 градусов и сразу увеличиваем обороты взбивания белка. Время уваривания сиропа составляет приблизительно 15-20 минут. Общее время взбивания белка составляет 30-40 минут. Белок в процессе взбивания должен увеличиться в 7 раз. Сироп варится на самом маленьком огне. Доводим температуру сиропа до 110 градусов и сразу выключаем. Когда температура сиропа достигнет 110 градусов Цельсия, сотейник быстро снимаем с огня и ждем, пока осядет пена. Ну, это буквально 20 секунд. Белки к этому времени очень хорошо взбились. И мы тоненькой струйкой вливаем в белки горячий сахарно-агаровый сироп. После заваривания белки увеличиваются в объеме. Снижаем обороты машины. Добавляем порциями масляный крем. Взбиваем 2-3 минуты. Масса сразу осядет и станет более жидкая. Это реакция белков на масляный крем. Так и должно быть. Долго не перемешиваем. Помним о том, что стабилизация агар-агара происходит при температуре 35-40 градусов. Поэтому немедленно выливаем суфле в форму. Форму суфле убираем на холод на полчаса. Готовим гнездо из шоколада. Для этого на водяной бане растапливаем черный шоколад или шоколадные дропсы в течение 25-30 минут до полного исчезновения комочков. Используем рисовальную круглую насадку 2 мм. Насадку вставляем в кондитерский мешок. Кончик срезаем. Срезаем половину кондитерского мешка, делая небольшой корнетик. Выкладываем шоколад в корнетик. И на силиконовой форме полусфера формируем гнездо. При работе с шоколадом на правую руку одеваем тканевую перчатку, а поверх нее обычную. Это делаем для того, чтобы шоколад быстро не плавился от теплоты рук. Тонкими линиями будем рисовать на полусфере гнездо. Если у вас нет полусферы, вы можете использовать фольгу. Из фольги сформируем круглый шарик и на нем будем отсаживать гнездо. Итак, тонкими штрихами формируем гнездышко. Донышко гнездышко делаем усиленным. На пергаментной бумаге тонкими штрихами формируем соломинки гнезда. Соломинки и гнездо убираем в морозильник на 25 минут. Достаем из холодильника суфле. Посмотрите, как прекрасно суфле застыло. И разбираем конструкцию. Аккуратно ножом срезаем корону по краю торта. Достаем шоколадные заготовки из морозильника и формируем гнездо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На решетке заливаем торт с шоколадной глазурью. Для глазури на водяной бане растапливаем 255 г черного шоколада, это 3 плитки по 85 г, и 170 г сливочного масла высокого качества. Когда глазурь остынет до температуры 35-40 градусов, выливаем ее поверх торта и распределяем равномерно сверху и по бокам. Растапливаем шоколадные дропсы на водяной бане и корнетиком с наконечником 2 мм рисуем произвольные линии. Формируем бордюр насадкой закрытая звезда по краю торта. Украшаем наш торт гнездышком. Итак, мои дорогие, наш торт птичье молоко готов! И это настоящее райское наслаждение! Нежнейшее, воздушное суфле просто тает во рту. Сладость торта сбалансирована черным шоколадом, и поэтому торт не кажется слишком сладким. Вместе черный шоколад и нежное суфле создают непередаваемый вкус. Тонкий слой масляного бисквита не нагружает основную массу торта, а лишь подчеркивает его изящество и неповторимость. Приготовьте и вы, мои дорогие, и у вас всегда все получится! Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки! Всего вам доброго! До новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!